Аплодисменты Я благодарен организаторам за приглашение. Это особенно лестно, учитывая то, что болезнь Паркинсона не лежит в сфере моего непосредственного интереса. И скорее эта проблема попала в поле моего зрения в силу ее нерешенности в мире. И тем самым увлекла. И поэтому я этим и занимаюсь. Мне будет сложно без видеоматериала. Спасибо. Поэтому коротко обозначим проблему. Корме как феномен встречается при многих заболеваниях, но основным, безусловно, является болезнь Паркинсона. До 17% случаев пациентов с болезнью Паркинсона приходят к данному синдрому. Характеризуется особенной позой, склоненной вперед до 45, а по нашим данным иногда и до 60 градусов возникает наклон вперед. Характеризуется усиливается при длительном состоянии или при ходьбе и уменьшается или исчезает полностью в горизонтальном положении. Приводит к безусловной инвализации больных и увеличивает риск их падения. В качестве причин корме, развивающейся при болезни Паркинсона, предполагают сегментарную аксиальную дистонию или в сочетании с локальной миопатией паравертебральных мышц, однако точные механизмы до сих пор остаются неизвестными. Явные связи между коррекцией синдрома и режимами приема и противопротекционических средств также доказательно пока не показаны. Достаточно доказательности в связи с приемом противопротекционических средств и выраженностью синдрома. Имеются данные о возникновении феномена после начала терапии органистом дофаминопромипексовым. При этом большинство пациентов, у которых было замечено дебют развития камтокармии на парамепексове, отмена этого препарата уменьшает на некоторое время проявление феномена, но, тем не менее, потом он все равно манифестирует. На сегодняшний момент, где-то в 2013-2014 году, состоялась определенная дискуссия и выделились два направления, которые определяют этиологию развития данного синдрома или приверженность сторонников определенной этиологии. В частности, берлинская группа ученых провела исследования и обосновала миопатическую теорию возникновения болезни Паркинсона, доказывая, что синдромы камтокармии, доказывая, что эта сгибательная дистония происходит из-за первичного миопатического процесса. В то время как Джозеф Янкович и его сотрудники из Техаса все-таки стоят на позициях, что синдром камтокармии развивается за счет, прежде всего, дистонического нарушения, именно сегментарной аксиальной дистонии. Тем самым, фактически, решение проблемы достаточно сложное. Если дебют напрямую не связан с приемом промепексола, соответственно, вероятность успехотерапии невелика. Ряд авторов сообщают о эффективности применения стимуляции глубоких структур головного мозга. Но эти данные также не находятся безусловного подтверждения. В литературе встречаются данные о лечении синдрома камтокармии препаратами ботулинического токсина. Также предлагают ортопедические различные пособия. Но чаще всего результаты также неудовлетворительны. Именно это рассмотрение проблемы явилось определенным вызовом к тому, что рассмотреть эту проблему с точки зрения решения, это интересно и это увлекло нас. В основе моих научных интересов, прежде всего, лежит реабилитация и занятие лечения заболеваний нервной системы инъекцией ботулинического токсина. Поэтому я рассматривал решение этого проблемы с точки зрения введения ботулинического токсина. И какие же подходы были сформулированы на момент 2012 года, когда мы увлеклись этой проблемой. Прежде всего, Герхард Райхель обосновал, что вовлечение процесса мускулеса обликлосадомии с двух сторон может приводить к синдрому камтокармии. По мнению профессора Заляловой, Залюхи Абдулазяновны, из Казани, основной мышцей для введения ботулотоксина должна являться мускулеса ректосадоминис. Джозеф Янкович при этом говорит, что все-таки основной мышцей должна быть или апсоус, причем ее не подвздошная часть, то есть не часть или апсоус, которая выходит по портовой связке и весьма доступна для нашей инвазивной методики. Обзорный доклад на токсинсах 2015 – это большой всемирный конгресс, который обозревает все результаты ботулинической терапии во всех сферах медицины. Оставил вопрос об теологии патогенезии камтокармии открытым, показал, что введение мускулеса ректосадоминис уменьшает или может уменьшать угол наклона от 30 до 50% и оставил открытым вопрос об эффективности введения мускулеса ректосадоминиса. И, кроме того, подверг сомнению эффективность введения как раз в или апсоус, выходящий из-под пупортовой связки. Доклад на секции на экспериментной патологии в этом году, в январе, в Мадриде, подытожил данные европейских авторов о том, что введение ботулинического токсина при синдроме камтокармии неэффективно. При том, что на сегодняшний год, на сегодняшний момент мы получили уже достаточно много положительных результатов при нашем лечении ботулиническим токсином синдрома камтокармии. Дискуссия, которая развернулась, в частности, между мной и докладчиком, показала, что формы лечения камтокармии рассматривали только введение в или апсоус под пупортовой связкой. Соответственно, точки и схемы лечения, которые они использовали, это совсем не те, которые используем мы. Каким образом мы подошли к этой схеме? В декабре 2012 года у нас была показательная пациентка, на которой мы фактически отработали три основных схемы лечения, которые на тот момент предлагались. И введение изолированное в мускулес обликус абдоминис, и введение в ректус абдоминис. И, наконец-таки, мы подобрались к схеме, в которой одной из основных мышц была псоосмайер. Это часть мускулес или апсоос, да, но доступ это непосредственно к псоосмайер на уровне второго-третьего поясничных позвонков. И схема, которая показала свою эффективность, построилась следующим образом. Это двустороннее введение ботулинического токсина в мускулес псоосмайер и введение в мускулес обликус абдоминис, прежде всего внутреннюю косую мышцу живота с обеих сторон. Могу сказать, что нас эти результаты крайне обнадёжили и порадовали, вследствие чего мы подошли к этому вопросу более широко и стали применять эту схему. И не только в военной медицинской академии, где работаю я, но также мои коллеги из Института Бехтерева, Денис Валерьевич Захаров и, можно сказать, мои ученики, которые работают в МЧСе, Красаков Игорь Вячеславович. Эта схема применяется с введением, соответственно, псоосмайер, контроля МКТ и во внутреннюю косую мышцу живота. На сегодняшний момент мы наблюдаем 24-4 пациентов за прошедшие 2,5 года, кого мы лечили с помощью бутерлинического токсина от синдрома Камптокармии в этих трёх основных центрах. По оценке Камптокармии оценивается отклонение от вертикальной линии. 6 пациентов у нас не достигли эффекта, то есть наше лечение было неэффективным. 5 пациентов улучшило свои показатели, уменьшился наклон до 30 градусов, 7 пациентов до 20, и 6 пациентов достигли практически вертикальной позиции тела, то есть это 10 градусов и менее. Длительность эффекта в среднем составляла 5 месяцев. Не могу сказать, что это нас обрадовало, потому что получается, что порядка половины из этих пациентов, то есть 6 плюс 5, 11 пациентов, мы не достигли желаемого эффекта. Рассмотрев эту проблему, на контрольных визитах выяснилось буквально следующее, и в беседах с пациентом, что они отмечали, что у них исчезло насильственное движение и наклон вперед, но отмечали, что их начинает наклонять вперед не насильственно за счет сокращения, мышечного сокращения, а за счет спустя какое-то время развивающегося усталости, то есть фактически у них тело начинало сгибаться под собственной тяжестью. Вспомнив о миопатической теории и рассмотрев эту проблему с этой точки зрения, мы пришли к выводу, что, видимо, развивается вторичная миопатия мышц, длиннейших мышц спины, собственно, эректор спины, которые должны держать тело вертикально, видимо, вследствие длительного их перерастяжения. И основной нашей идеей было ввести, соответственно, в лечение наших пациентов фактически такого революционного компонента с электростимуляцией соответствующих мышц, занятиями ЛФК и прочей тренировкой мышечного плана на поддержание позы. Мы улучшили наши показатели, то есть 6 пациентов достигли вертикальной позиции, 10 пациентов до 10 градусов и выше, и 2 пациента до 20 градусов. При этом мы не… это 18 пациентов из 24, 6 пациентов, которым мы не достигли эффекта, мы не проводили подобное вмешательство. Таким образом, у нас получились результаты, что комплексное применение ботулинического токсина, который снимает определенную дистоническую установку, и последующее решение проблемы вторичной миопатии улучшает ситуацию с кампто-кармией. В процессе обследования этих пациентов у нас возникло также еще несколько идей по классификации кампто-кармии. В частности, что имеются все-таки две основные формы кампто-кармии, с изгибанием преимущественно в поясничном отделе и преимущественно на границе грудного и поясничного отдела. И в этом смысле у нас в этом ключе основная масса пациентов, к которым мы сталкивались, это, конечно, с пояснично-тазовой формой. У нас было всего два пациента с грудно-поясничной формы. И, видимо, в этом случае, возможно, у пациентов с грудно-поясничной формой могут быть задействованы и иные мышцы, в частности, ректор мускулос-ректосабдоминис, о которых говорит профессор Залялова. И именно в этой форме эта инъекция в эти мышцы и будет эффективна. Еще один сложный достаточно феномен – это синдром Пизанской башни, сложенный с точки зрения того, что мы до сих пор с уверенностью не можем сказать, какая схема все-таки наиболее удачна при синдроме Пизанской башни. Таких пациентов было немного. Мы достигли эффекта отчасти у нескольких пациентов, изменяя баланс введения псуос-майер. Соответственно, на стороне наклона в сторону наклона Пизанской башни мы вводили большее количество препарата, до 120 и иногда до 130 единиц боталлинического токсина псуос-майер с этой стороны. Но, тем не менее, вопросы остаются. Мы сильно подозреваем, что в данном синдроме значительную роль играет напряжение мускулю с квадратом лимбором, но пока проверить эти данные нам еще не удавалось. Кроме того, мы столкнулись с проблемой, что, по большому счету, такой неразрешенный синдром, нерешенная проблема, не имеет, по большому счету, своего метрического подтверждения. Шкала МАГРАФ, которая была разработана буквально в 2010 году, куда, в общем-то, входит в основе измерения углов наклонов, не отвечает полностью на все вопросы. Поэтому нам пришлось разрабатывать собственную шкалу, которую мы представляли, в частности, на токсинсах 2017, которая полноценно отвечает на вопросы и пизанской исследований пациентов, и пизанской башни, и кампта кармии, и условия возникновения данного наклона. Таким образом, сегодня я не могу сказать, к сожалению, что мы, видимо, на правильном пути, и схема, которую мы предложили, она работает, но тем не остаются вопросы. Это и теология кампта кармии, и доказательства первичности и вторичности миопатии в длиннейшем мышце спины, и контроль мышечных изменений, которые, видимо, нам необходимо делать и биопсию, и электромиографический контроль. Эта мысль ведет нас к тому, что мы не останавливаемся на достигнутом, и сейчас мы начинаем искать электромиографическое подтверждение данному феномену. Это связано с определенными организационными и техническими проблемами, потому что, в частности, часто кампта кармии возникает в процессе ходьбы, то есть фактически пациент идет и сгибается в процессе ходьбы, значит, нам надо делать электромиографию с подозреваемых нами мышц фактически в движении. Это определенная трудность, либо нам нужны дистанционные электромиографические электроды, в идеале лаборатория ходьбы. Кроме того, поиск электромиографического ответа от PSOAS-MAYER затруднен в том, что в нашей стране просто отсутствуют, как факт, длинные электромиографические иглы, которые мы фактически две недели назад закупили в Германии, до девяти сантиметров иглы, которые мы можем теперь ввести в мускулит PSOAS-MAYER и получить электромиографическое подтверждение нашей гипотезы. Теперь, собственно, о технической части, как мы это делаем. Хотел бы обратить ваше внимание, что в тех опросниках, которые, возможно, некоторые из вас взяли тестовые вопросы, там стоит вопрос по кому-то кармии, и один из вариантов ответов звучит или PSOAS. В данной коннотации, в принципе, там ни одного правильного ответа нет, но в данной коннотации правильный, конечно, будет или PSOAS, хотя фактически мы вводим не в или PSOAS как таковую, мы вводим именно PSOAS-MAYER, который является частью большой мышцы или PSOAS. Мы вводим PSOAS-MAYER под КТ-навигацией и в косые мышцы живота, и в мышцы живота обязательно под УЗИ-навигацией, потому что особенность строения брюшной стенки, в частности, в том, что накапливается достаточно много жира, мы никогда не знаем, где у нас стоит игла, и в этом случае мы можем ввести препарат просто под кожную жировую клетчатку, достаточно дорогостоящий препарат, таким образом, не достигнув никакого эффекта. Делается КТ-разметка, соответственно, в условиях кабинета компьютерной томографии мы проводим инъекции, мы должны таким, к сожалению, большой экран не работает, не могу показать указкой, мы должны пройти мышцы, выпрямляющую спину, длиннейшие мышцы спины, мы должны не попасть иглой в поперечный отросток позвонка и, соответственно, пройти фактически до тела позвонка слева и справа, чтобы попасть непосредственно в большую поясничную мышцу. Ну, вот это один из примеров, когда мы на правом снимке, вы видите введенные иглы Псуосмайер, достаточно неплохо они здесь стоят, иногда бывает хуже гораздо. После введения, после КТ-разметки и контроля нахождения иглы мы вводим бутылинический токсин, после чего мы делаем еще один контроль и видим, собственно, облачко распространения препарата мускулит Псуосмайер. Есть еще один способ введения Псуосмайер, он гораздо менее комфортный для исполнителя, потому что непосредственно под КТ-разметкой мы делаем все очень хорошо, но когда у нас нет возможности привезти пациента на компьютерный томограф, в силу различных причин, недалее, как буквально полгода назад, я разработал способ введения под УЗИ аппаратом, под контролем УЗИ, он достаточно трудоемкий, но тем не менее он позволяет нам делать фактически эту инъекцию в любых условиях. Я думаю, что сейчас мы вам это продемонстрируем в режиме реального времени. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. . , . 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 Это будет важно. Почему? Потому что в данном случае иглу мы не будем выводить. Когда мы делаем разметку сначала по остистым отросткам, мы обычно используем перед этим еще датчик линейный. в поиске расстояние между поперечными отростками, куда мы введем. В этом случае по большому счету мы достигаем примерно того же эффекта, который мы сгибаем ноги при выполнении лимбальной пункции. Мы достигаем чуть-чуть большего расхождения отростков, поперечных в том числе. Поэтому так удобнее. После этого по этой разметке непосредственно в двух-трех сантиметрах мы начинаем вводить иглу, которая появляется как очень хорошо видная поперечная линия, которая проходит сначала длиннейшие мышцы спины, потом проходит под поперечным отростком и наконец-таки появляется псоросмейер. Опять же, к сожалению, у нас нет большого экрана, где бы я мог дополнительно показать, что собственно мы видим. Попробую объяснить. Значит, сейчас... Так, как бы мне объяснить. Вертикальная стоящая тень, да, это поперечный отросток. Вот смотрите, я от него ушел, он пропал. Видно? Вот он появился. Понятно, о чем я говорю, да? Да. Соответственно, ярко светящаяся полоса, уходящая вправо и тень за ней, это тело позвонка. Вот тело позвонка остается, поперечный отросток пропал. Вот поперечный отросток появился. Вот над телом позвонка серая область, которую мы видим, это полностью то, что мы видим, это псоросмейер. Чуть более темный треугольник, начинающийся от поперечного отростка, черненький такой, это квадратовым убором. Вот эти серпики, которые начинаются справа, это внутренние сверху, внутренние и наружные косые мышцы живота. Мы видим, кстати, может сейчас удастся включить, показать вам аорту. Да, только прекрасно видим аорту. Туда нам не надо. Там у нас шевелится кишечник. Соответственно, мы видим вот эту серую область над позвонком, за поперечным отростком. Вправо вот эта серая область, это является псоросмейер. Соответственно, в этих условиях мы можем сюда ввести иглу. Игла появится слева, пройдет параллельно, перпендикулярно поперечному отростку вдоль тела позвонка. И данным способом мы хорошо верифицируем ее. Спасибо. Да. Вытеряйтесь, пожалуйста. Спасибо. Последний слайд, видимо, должен быть, как Игорь Вячеславович просил. Да, соответственно, здесь мы видим вот эту белую линию, которая виднеется на снимке УЗИ. Да, это игла. Игорь Вячеславович просил наши координаты. К сожалению, вот это прекрасное здание, которое вы видите, до сих пор находится в ремонте. Надеюсь, что мы туда все-таки в скором времени вернемся. Поэтому привожу, собственно, свои контактные только данные. Потому что мы сейчас все достаточно разбросаны, искать нас тяжело. Можете обращаться по любому поводу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ